Внимание, внимание! Не бейте обычную корову днём обычной рукой, иначе опять же произойдёт нечто! Аааа, бежим отсюда! А это то самое, что забрала у нас корова, солнечный свет! Оба-на! Ну что же, всем привет, дорогие друзья! Смонеллоу Ложка, и добро пожаловаться на рубрику, которая живёт благодаря вашим лайкам и оценкам, обзор модов! И сегодня мы рассмотрим модификацию, которую я бы даже сравнивал с SCP-модом, и её название Deadly Monsters. Да-да-да, вы всё правильно поняли. Также добавляются новые мобы, у них свои характеристики, свои предметы, которые дропаются, и даже своя анимация. Короче, первый моб, которого мы, скорее всего, встретим, это корова. Призовём её где-нибудь здесь, и она выглядит как самая обычная корова, только зомби. И при этом она крутит головой, летит прямо на нас, но! Если мы попробуем её ударить, то смотрите, что произойдёт. Вроде бы бьём, бьём, и в итоге, ба-бам! Резко ночь! Дело в том, что мы не можем её бить без лука или меча, именно об этом нам даже написало в чате. Ой-ой-ой! Три удара, и у меня осталось полсердечка, пипец! Давайте попробуем её убить, и нужно нанести четыре удара. С неё падает яйцо призыва обычной коровы, и при этом санлайт. Что же это такое? А это то самое, что забрала у нас корова. Солнечный свет! Оба-на! И всё стало зашибись. Дальше идёт кровожадная дева. Она, как вы видите, передвигается на своих руках, ногах, и смотрит на нас кверх ногами. Это монстр, который убьёт вас за два удара, какая бы броня на вас не была надета. То есть, смотрите, мы подходим, она нас бьёт и становится красной. Второй, решающий, красный удар станет последним. То есть, видите, первый удар снес мне ничего, а второй будет смертельным. Понятное дело, мы не дадим себя ударить, я думаю, что вы и так мне верите. И с неё с некоторым шансом падает сердце. Вот оно, женское. Это сердечко используется, и используется ровно 12 раз. То есть, берём любой блок, кликаем, и этот любой блок превращается в лаву. Достаточно наглядно, думаю, вы и так всё поняли. Так, следующего монстра зовут Павший Лидер. И, если верить истории, когда-то он был популярным лидером. Жестокость его правления привела к гибели миллионов людей. Когда объединённые силы многих смелых жителей окончательно свергли его, падший вождь покончил самоубийством. Его тяжкие грехи заперли его душу в этом жалком теле. Постоянный гнев делает его опасным существом. Его сильные атаки и твёрдая кожа делают борьбу действительно тяжёлой. И давайте на него посмотрим. Вот он! Вроде бы мелкий, вроде бы медлительный, но при этом он дико живучий и реально сильный. Пожалуй, чтобы доказать вам, призову нового. Во-первых, у меня сейчас будет полностью алмазная броня. Он меня ударил и снёс полтора сердца. Для алмазной брони это нереально много. Если мы её снимем, то минус пол хп, пипец! А убивать мы его будем в среднем восемь ударов. Иногда получается семь, иногда девять. Так, это уже четвёртый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. А, чёрт подери, не повезло. Очень редко с него падает странный позвоночник. Его нельзя никак скрафтить. И он отталкивает мобов нереально сильно мощно и далеко. Давайте попробуем. Видали, да? Зомби чуть ли не улетел дальше колодца. Но ему помешала земля. Давайте попробуем вон туда и... Ого-го! Два-три дома пролетел. Таким образом, если вам кто-то дико не понравился или наоборот понравился, и вы хотите, например, завладеть лошадью, свиньёй, коровой и так далее, просто дотолкайте её до дома. Иногда, гуляя по миру, вы можете встретить зомба-ципа. Это самый обычный зомби-курятин, которого можно убить и который будет пытаться убить нас. Но! Если он встретит любого нормального курятина, то он попробует его заразить. Конечно, сначала посмотрит, а потом бам! И всё, курятина нет, зато появился другой зомба-цип. Убиваются они достаточно быстро, но все мобы, блин, в этом моде слишком сильные. Какого хрена? Не-не-не-не-не, ты уж прости, я должен показать, сколько ударов тебе надо нанести. Ровно три. То есть один я сделал до смерти и два после возрождения. Ну что ж, от следующего монстра я бы советовал заколачивать стёкла. Потому что иногда этот Стив-мутант может вырвать вас прямо из окна, представляете? Ну-ка, давайте сейчас он меня, скорее всего, заметит и попробует ударить. Да, вот сейчас он вроде бы пытается и бам! Я просто стоял у окна. Но это ещё не всё. Дело в том, что иногда ему надоедает стоять за окном, и он просто берёт и ломает булыжник, таким образом проходя через стену. По правде говоря, это случается очень редко. И с него дропается, во-первых, кожа, а во-вторых, низеритовые кирпичи. Я, правда, не знаю, почему кирпичи, но допустим. Не советую гулять вам по болотам, потому что иногда вам может встретиться утопленник. И он очень быстрый, когда передвигается по воде. Если он ступит хотя бы одной ногой на сушу, то он сразу же пропадёт. Повторяю, он пропадёт только тогда, когда ступит на сушу. Его невозможно убить. И при этом он тебя будет утягивать в воду, если ты... А-а-а, подойдёшь слишком близко! А как вам такое? Нерождённый ребёнок! Обалдеть, чёрт подери! Нерождённый ребёнок, вы понимаете? Его, конечно же, можно убить. Он будет реветь, плакать, искать маму, я не знаю, что угодно. Но если мы его убьём, то с некоторым шансом получим... Удобрение? Да, это удобрение, здравствуйте. Потратив пшеницу, зелёный краситель и бумагу, вы сделаете... Лекарство. И, скушав это лекарство, у вас получится не что иное, как удобрение! Некоторые заметили, что как только я съел пилюлю, у меня потратилась вся сытость. И да, реально. Если мы сейчас на голодный желудок попробуем съесть, то у нас отнимется всё хп, не дастся удобрения, и напишет вам нужно поесть. Но, как вы видите, сейчас этот предмет просто валяется, ничего не делает, можно сказать, говно какое-то. Но давайте мы посадим рядом сажениц дуба. И он сразу вырастет, представляете? Да-да, вы всё правильно поняли. С помощью одной такой штуковины мы можем вырастить сразу четыре дерева поблизости. Не по диагонали, а именно поблизости. Всё, оно там, по идее, пропало, можно даже проверить. Ничего, как вы видите, нет. И это очень удобно, когда вы хотите взять и вырастить дуб, березу или какое-то другое дерево моментально. Обожаю. Как говорится, либо питайтесь правильно, либо убивайте детей. Эээ, ржака. А ещё с нерождённого ребёнка падает не что иное, как детский глаз. Это что-то типа одноразового шёлкового касания на кирке. И смотрите, у нас есть руда, мы кликаем, глаз пропадает, а руда выпадает. То же самое можно провернуть даже с обсидианом или бедроком. Это единственный способ благодаря этому моду и получается во всём Майнкрафте, как добыть бедрок. Круто, что я ещё могу сказать. Бедрок мы можем поставить, но никаким образом не поломать. Поэтому аккуратнее, ребята. Иначе придётся снова искать детей, снова их убивать и в итоге, ну, сами понимаете, кликать глазом. Помните, я говорил то, что вот этот зомби Стив может крушить стены? Так вот, вы можете всегда взять арматуру, она делается из трёх железа, ровно 16 штук, и налепить её либо на булыжник, либо на камень. И в итоге, во-первых, у вас будет дичайшая защита от зомби Стива, он просто не проломит эту стену. А также давайте проведём сравнение. Взрываем 3 на 3 камень, и он взрывается полностью. Но если мы возьмём укреплённый, то, скорее всего, у нас останется хотя бы немного. То есть я не говорю то, что прям всё-всё останется, но большая часть 100%. Вот, видите, да? Арматура выпадает заново, и вы можете взять какую-нибудь обычную булыгу, и заново всё это накрепить. Короче, это очень удобно, а последний моб, который добавляется, это Чужак. Спавнится в основном в деревнях, даже сейчас, и у него, во-первых, две головы, одно пузо, две руки и две ноги. У него дроп вообще не какущий, сразу предупреждаю, то есть вы можете его убить, и получите, ну, например, обсидиан, редстоун или кожаную броню. Никакие сердца, позвоночники, руки и так далее с него не выпадут. Поэтому у него дроп самый неинтересный. Внимание, внимание, не бейте обычную корову днём обычной рукой, иначе опять же произойдёт нечто. А-а-а, бежим отсюда! Далее идёт альпинист. Встречается только в горах, и если верить истории, то это был человек, которого просто искусали пауки, и он превратился в нечто подобное. Он, конечно же, будет пытаться нас атаковать, но при этом он дико медленный. Зато он умеет карабкаться. Давай-давай-давай-давай, пытайся меня ударить, бедняга. Ну да, в основном этот моб рассчитан на горы, где вы будете еле-еле карабкаться, а он тем временем будет вас вот так вот прыжками достигать. Э-э, короче, скучный моб, если просто встретить его на поле. Есть ещё вот такой монстр, которого зовут Морозильник. Он спавнится только в ледяных биомах, и я думаю, то, что некоторые догадались, он вас замедляет. То есть близко к нему не подходите. По правде говоря, не знаю зачем, но автор мода почему-то решил добавить новую механику ловли рыбы. Смотрите, добавился гарпун. Это три камня, кремень и палка. Можно также сделать железный гарпун, или даже алмазный, а то и обсидиановый. В общем, они отличаются только прочностью. Работает это примерно так. Мы заходим по колено в воду, и кликаем правую кнопку мыши. Всё! Ого, гарпун быстро поломался. И мы выбили три сырые трески. Но используя алмазный гарпун, вы видите то, что рыба идёт очень часто, и при этом мы поломали только половину прочности. Я бы назвал это ленивой рыбалкой. И за один алмазный гарпун, то есть за три алмаза, мы получили 49 рыбы. Это того не стоит. То есть, если у вас много даймондов, то почему бы и нет? Но если мало, то не тратьтесь, потому что обычной удочки будет достаточно. Всего-то палка и нитки. Фух, вроде бы о мобах рассказал. А теперь я не забуду попросить вас. Ребята, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, если вам понравился обзор. Если хотите скачать мод, то, пожалуйста, ссылка в описании. А так я реально заканчиваю. И если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал. Поставить лайк, позвать друзей. А с вами был Ложка и Чужак. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. ПО-КА! Эх, хорошо то, что можно растянуть видео до 10 минут чёрным экраном. Субтитры сделал DimaTorzok